друзья всем привет дорогие серферы бездельники девианты и прочие страждущие политические экономические экзальтированные личности вот мы продолжаем наши эфиры и сегодня мы с игорем тушкевича обрешили привет всем здравствуйте и тебе привет да и вот сегодня с игорем мы решили пройти по такой важной теме как вот эти вот страшные пожары которые могло окутали киев и вообще северо-западную часть украины полесье и одна из таких ключевых тем в связи с этими пожарами это конечно же поиск заговора путина вот поиск каких-то поджигателей которые сознательно значит получив указания путина или какой-то там третьей силы связываясь с россией чаще всего реализуют какой-то значит вот этот план для того чтобы люди в киеве там задыхались леса сгорели там и тогда и того подобное и лично я всегда над этим хохочу потому что такая мифологизация она как раз связана с элементарным отрицанием того что сделали мы сами наш великий украинский народ и маленькие украинцы у себя вот на месте и тушкевич почему вот я решил это сделать разговор тушке вчера запустил абсолютно классный пост подписывайтесь на игоря я я закинул ссылочки и на его канал ютюбе кстати тоже тоже отличный канал и тушкевич вот как раз на примере ну просто фактажа который каждый может выбрать из открытых источников показал что ну в общем-то не нужно искать никаких заговоров нужно просто залезть google maps включить логику здравый смысл у тебя все начиная складываться и так вот начнем ты залез в google maps ну скажем так и что началось немножко не с того началось того что вот мол с территории беларуси лезут какие-то диверсанты которые пытаются пытаются поджечь украинские леса но учитывая что то не первый такой вопрос причем брос идут как с точки зрения белорусы виноваты на украинскую территорию так с точки зрения украинцы виноваты на белорусскую то есть это обычные обычные рамки последних лет пяти вот и не раз приходилось реагировать тут я посмотрел то есть хорошо леса горят вот говорят что вот мол и что меня зацепило то что то есть что ну люди же везде одинаковые первое что я пытался сделать пытался обозначить рамки то есть те кто ездит через границу не видишь то есть такая вещь как санитарная уборка леса то есть вот когда сухостой падает его его блин падла убирают вот ну не везде вот второе есть такая вещь как запахивание вот этих вот противопожарной полосы в украине во многих регионах это прекратили потому что мол это способ скажем дырбана грошей на державной службы на завершенных ситуаций то есть снова таки причина следствие идем дальше штрафные санкции на украине сейчас вводят просто для того чтобы я сразу буду говорить в назовем так в переводе на гривен и примерно по курсу то есть для за посещение лес вот просто я пошел в лесок пожар опасный период беларуси штраф до 7600 гривен если не дай бог я разжег костерок то есть за за подпал независимо того то костер либо начался пожар штраф от 7600 гривен до 15 200 и плюс стоимость приезда пожарных и стоимость как говорится ликвидации всего-всего за браконьерство если мы говорим там рыба там так далее но буквально пример двух двух дней назад это словили рыбака с который наловил 73 килограмма густеры на припите но ему всего лишь дали штраф точнее он должен компенсировать государству и тут я не ошибаюсь порядком цифр пятьсот десять тысяч гривен за 73 за 73 кило то есть это хорошая машина то есть хорошо хорошо человек наловил и естественно что крестьяне другие потому что когда эта система работает лет пятнадцать первый год никто само собой не верит а и мы пошли но когда в каждом от каждой маленькой деревушке есть пару человек которые попали на такие деньги вот значит начало думать дальше идем следующее ну погода окей а дальше просто полез еще на карту то есть ты помнишь и нахвылия год назад два года назад про вырубки писал там том числе сравнивая санитарной другие вырубки я есть очень хороший очаг возгорания в житомирской области и я я на него смотрел еще раньше там очень интересная ситуация то есть деревенька в лесу от как раз таки янтарный край то есть и копатели янтаря вырубки я посмотрел что от деревеньки на север идет просто к лунный пейзаж причем на google maps это прекрасно видно где копали янтарь от со всех остальных сторон таки регулярные скажем так вырубки леса проплешины и смотрюсь смотрю в этом году от удивительного вокруг этой деревеньки вот как раз таки вот папа этому контуру идут просто пожар то есть теперь совмещаем причины и следствие уборки леса от сухостоя нет раз противопожарных полос нет два пожарники не до финансируется 3 посещение в лес но в янтарном краю там как говорится попробуй выгонить здесь из леса людей 4 патрулирования нет 5 идем дальше следующее съесть вырубка леса есть сухостой и плюс есть бурштиновый промысел если кто-то знает то это работа мотопомп когда из ближайшего болотца выкачивают всю воду то есть грунтовые воды не опускаются то есть добавок засухи есть еще и остальное но даже как говорится обычный окурок и и поехала полетела более того обычный окурок он он часто и он не просто там вследствие того что кто-то бросил окурок а вследствие того что кто-то еще и создательно подпаливал потому что это я эти места очень неплохо знаю поскольку я когда еду из киева к себе на волынь по варшавской трассе это как раз горит вот по обе стороны постоянно каждый год и и по на протяжении там последних лет десяти горит месяцами ты едешь вот только заезжаешь за сарны в районе сарны если возвращаясь в киев начинается уже этот сладковатый терпковатый запах дыма этого вот и он продолжается почти до самого киева потому что там постоянно то торфяники горят то леса горят и с каждым годом все больше и больше так зачем далеко ходить ссори перебил даже если ехать на одессу вот я думаю на море едут ноги по дескотрассе пролети в конце июня начале июля начале августа когда зерновые убрали не надо очистить поле то есть во всех других сельскохозяйственных странах как правило перепахивают в украине избавляется проще вот небольшой факел немножко соляры и покатило и вот и ты проезжаешь скажем так уже выезжаешь из одесская область и ты пошел ехать в легкой дымке особенно вечером это смотрится просто замечательно такой багряный багряный закат это прекрасно ну вот поэтому люди сознательно подпаливают потому что у них есть какие-то ну какие-то не знаю там установки что это полезно что что это там удобрения какие-то дает ну что что так дедыра было и так вот думаю мы так вот или просто дебилизм когда человеке дальше посмотреть как она горит вот у меня в селе вот буквально так и происходит какая-нибудь малолетка берет залазит в камыши там подпаливает а смотрит как она все горит и вот когда она совмещается все с теми условиями о которых ты говоришь но есть готовая естественная пороховая бочка которая начинает пулать дай огня и все пошло а огонь и украинцы готовы дать в любой момент по поводу и без вот и и и вот и вот так оно все работает потому что ты же не случайно очень хорошо это показываешь на карте что вот вроде бы один и тот же самый лес по одну сторону границы горит с белоруссией не горит там да нет там тоже горит но просто тушит немножко быстрее и за это по шапке дают не виду что нет такого массового очага возгорания то есть там где-то какой-то локальный очаг и все а здесь просто на протяжении сотен километров пылает и ты понимаешь что это системная как бы ну это это вопрос по поводу системы государства по поводу системы социальных отношений который в принципе дает возможность родить вот это вот все я бы сказал это вопрос причинно-следственной связи то есть это вопрос понимания что любое твое действие оно имеет какие-то последствия но и вот увы но значительная часть людей тут я не буду говорить там о национальности и так далее это во многих странах они что-то сделав они не могут провести скажем так линии на перспективу хотя бы несколькими нескольких месяцев вперед и сказать что ребята будет будет проблема причем это это как на бытовом уровне так и в политике потому что словно говоря когда ты например в политике когда ты одалживаешь под 10 процентов годовых валюте вспомним скажем так облигации внешнего займа евробонды начала девятнадцатого года то никто же не задумывается о том что ссоре через 10 лет тебе давать два раза больше у тебя сейчас просто юху фестиваль потому что у тебя есть два ярда баксов и ты можешь раздавать на пенсии но и вот твой пример по поводу штрафов в беларуси и ну точно также по поводу штрафов в польше можно вспомнить там по поводу вообще драконовские да вот этот пример он как раз показывает что государство оно все-таки должно играть такую роль оно должно бить по рукам потому что на самом же деле нормально работающие государства но как работает она правила которые устанавливаются умными ну государство создают в целом люди умные как бы тогда которые которые хватает ума организовать это все потому что любая форма социальной организации требует усилий и никого воображения поэтому государство как правило создают более умные члены сообщества там да на той или иной территории так вот государство работает очень просто для умных правила которые обозначаются они их соблюдают а те кто всего там природных каких-то своих качеств более глуп там да вот он просто наказывается и это наказание прививается с молоком матери с когда когда она воспроизводится на протяжении десятилетий столетий как это в европе то же самое то в конечном итоге это переходит социальные нормы норма поведения переходят социальные нормы поэтому вопрос отношения управляющей элиты данном социуме которая управляет государством он является по сути ключевым поскольку если твои если у элиты нет такой потребности такой и соответственно навязывания таких норм но в общем то происходит то что происходит потому что государство не следит у него нет ресурсов она не способна их мобилизировать на защиту общего там да и вот либо наоборот смотри государство есть если ты живешь тут тут мы уже можем перейти к более интересные сложные вещи это горизонт планирования то есть вопрос если ты планируешь на 10 даже на 10 тем более 15 20 30 лет ты можешь выстроить цепочку то есть на каком этапе тебя начать давить чтобы через 10 15 лет получить результат потому что очень многие вещи они они дают результат не сразу потому что очень наивно думаю что в экономике политика такой по щелчку сразу будет вот но если ты планируешь коротком пятилетнем цикле электоральном и тут мы возвращаемся и к олигархической системе и их скажем так работе в том числе многих украинских партий если ты планируешь коротком электоральном цикле тебе не зачем просто это не значит люди там страшно они просто а зачем им думать в 10-летнем цикле через 10 лет оппозиции власть меняются местами вот идет новый передел но потом когда-нибудь снова скажем так отыграются назад и все нет ну так все правильно а в нашем же случае вот если брать эти янтарные леса там да то но очевидно что мент сбушник прокурор глава райдерш администрации кто там еще но они должны каким-то образом реагировать на то что видят безобразие видят вокруг себя и регулировать эти процессы да то есть если понимаешь что я людям нечем заниматься на янтарь янтарь может как решить вопрос там экономический экономики местной локальной там да но очевидно они могут составить там записку соответствующую подать вверх сказать начать лоббировать интересы региона что нужно сделать то 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 но соответствующим образом с точки зрения экологических норм это все регулировать там рекультивация леса там и т.д. и т.п. после того как они янтарным промыслом занялись вот но получается же что местные элиты вот эти вот все местные местные представители государево ока вот они все же участвуют в этом поэтому ну и плевать то что также как плевать аборигенам вот то есть аборигенам плевать что после них остается лунный пизда что уходит вода потом это все загорается они сами же этим чадом дышат ну вот потому что местное место местной власти тоже имеют свой дешев с этого всего и ничем кроме дешев так как и аборигены не думают и вот в этом весь ужас нашей ситуации что связка между недалекими недалекими аборигенами недалеким недалекой властью которая суть и плоть плоть от плоти как бы аборигенами в результате мы задыхаемся в дыму и тех кто гадит и тех кто не гадит но он у страдает одинаково эффективно вот так в принципе да и но тут если говорить например о населении и оригинальных проблемах то тоже очень интересно на мой взгляд процесс потому что местные условия и вот местная экономика местное место социальные отношения они интересуют назовем так политический рит если брать национального уровня только на момент электоральной кампании то есть 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 два два тормоза первых чтобы не случились массовые протеста чтобы ты не провалился вот и это не перешло в киев и 2 это каким образом засеять перед выборами то есть перед это может быть гречка то может быть обещание то может быть что угодно во все все остальное время абсолютно наплевать ну как бы сказать в этом вы там копошитесь главное чтобы мне мнение делали нервы да но это раз а второе есть прямой экономический интерес закрывать на это все глаза мы же помним это все дело розенблата там когда набу записала задокументировала там все что-то но по факту где все в суде развалилась янтарь дальше копают никто там не понес наказание и она как работала так и работает и это прямой сигнал всем как бы нарушителям нормальных человеческих норм заниматься тем чем они занимались ну да действительно не наказывает зачем нужно поэтому мой тазис такой наказывать нужно максимально жестко в нашей стране бы уже не ничего не решим как бы просто увещеванием поскольку ноу одичалы это реально одичалые которых нужно нужно с одной стороны наказывать с другой стороны конечно же государство должно создавать условия для того чтобы была была занята ска и людей была альтернатива не бежать в янтарь а бежать ну на рабочие места которые государство либо создает либо там либо помогает создавать за счет того что бизнесу там различные какие-то преференции даются и и или же или наказание просто тут может по жесткости можно спорить насколько то есть она естественно должно быть больно но она должна быть неотратима ну конечно вот то есть это не значит что условно говоря какая-то социальная группа под него подпадает какая-то нет потому что у нас сегодня на каждом из уровней есть свои такие маленькие касты либо касточка неприкасаемых то есть по каждому из направлений условно говоря ну наивно предполагать что допустим та же самая державная служба надзвещаемых ситуаций она приедет и оштрафует своего сотрудника за за то что тот тот палит например те же самые допустим спиленные ветки яблони у себя во дворе в пожароопасный пилот но этого не будет да 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 чиновники так далее но вот когда это все уходит вот тогда как раз таки начинает работать система поэтому опять таки мы возвращаемся к тому что рыба гниет с головы поскольку когда на на прогнившие низы не находятся ясные как бы и правильные верхи а верхи такие же прогнившие полностью как и низы и и это на самом деле симбиоз который я вам показывал там своих серий там своих видео как о том как все устроено я не ссылочки дам вот то вот мы получаем этот эффект а но она все уйдет по спирали и люди начинают задаваться вопросом а как получилось что вот песчаные бури в киеве теперь да вот так и получилось если лес десятилетиями рубать ничего не засаживать и распахивать поймы рек беспощадно под хозяйственные угодья то конечно же начинает сыпаться песок и начинает сыпаться все остальное сыпаться инфраструктура и там и и мы получаем проблемы вселенского масштаба что у нас начинают говорить об этих казнях египетских или как там звучит что только сера еще не полилась с небес так польется когда не дай бог взорвется какая-будь а там электростанция или слушай зачем далеко ходить давай так насчет долгосрочного планирования залежи ртути и возле метро черниговской в городе киеве ну да если не ошибаюсь им уже лет так нацать вот но по принципу такого сегодня не нарывает и всем наплевать то же самое как было шурявским мостом то есть прошу прощения этот мост на железных подпорках стоял вот сколько в украине живу он все стояло на железных подпорках то есть понятно что его надо было ремонтировать сразу после пожара когда эти железные подпорки поставили ну я пусть вон уж працю и и соответственно чекать и но когда это все обваливается случается ай-яй-яй случается пожарность пожарной ситуации когда получаешь то же самое кличко носится по киеву оказывается что у старших мостов городе чуть ли не каждый да 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 поэтому не нужно искать след путина там где есть свет алчности и глупости путин приходит как раз вот просто упрощается его приход в такие места где вот эта алчность и тупость прайд потому что если мы посмотрим на саму россию там точно такие же проблемы сибирь горела помнишь прошлом году позаправления почему горит да то же самое климат меняется вырубки огромные спалят поджигают для того чтобы скрыть языковую вырубку леса точно так же как более того аналогичной ситуации и проблемы в калининградской области россии вот сейчас сегодня калининградской области она тупо горит да так же как житобская вот 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 поэтому я всегда говорил и буду говорить что эти все постсоветские деспотии они очень похожи в своих страданиях и в своих проблемах несмотря на то что там мы говорим о том что украина отличается от россии россия отличается украины но там вот где нет порядка беларусь в этом плане отличается тем что там есть наш диктатор всем известный батька как бы да у него есть как бы там свои прихоти свои свои какие-то загоны над которыми всех которых много но как продвинутый колхозник он смотрит на страну как на колхоз котором порядок может быть и поэтому он желтка горят за вот это вот все это же как бы по сути от него идет я насколько понимаю там до установки там я бы сказал нет то есть частично это идет от него частично это просто ну смотри во первых и тут можно долго копаться в историю потому что то есть те же самые времена там и вкл и так далее но даже даже во время второй польской республики какая была норма например в западной беларуси то есть условно говоря если ты имеешь дом вот откуда появились дороги мощенные ты падла должен замостить дороги ты открыл шинок возле шинка должно быть должно быть чисто и самое смешное что советы потом это переняли это перешло в тоже в ту же самую беларусь то есть например норма по уборке на территории вот есть если у тебя есть магазинчик городе тот 20 метров одну сторону 20 метров в другую сторону за территорию отвечает что нет город игорь но на самом деле на западная украина тоже была во второй речи посполитой в речи посполитой и в австрии венгрии и там тоже были такие нормы как в западной беларуси о чем ты говоришь но но нет же такого там да по большому счету то есть поэтому я говорю что вот в короткой в короткой ретроспективе там если смотреть назад то работает наверно все таки установка которая идет от власти которая вот может какие-то часть лорб каких-то либо нормы использует а или просто дают установку что вот должно быть так непорядок вот если непорядок то мы караем вот у нас мы тоже всегда супруга как едем там в польшу или в европу и каждый раз ты когда-то возвращаешься в украину едешь по нашим дорогам и думаешь ну ну падлы ну ну неужели вам приятно жить в этом срачей в этом говне ну и и просто на уровне постановки вопросы ну нет не возникает такой вопросу и у местных людей власть продержащих да они готовы мириться с этим да ты чиновник арга ты едешь по глава арга допустим ли глава облдэш администрации ты едешь по трассе вокруг валяются эти кульки пакеты сброшенные по посадкам там своби кучами потому что мусор выбрасывают у тебя ничего не как бы не 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 дрогли ты ты не поставишь задачу там соответствующим службам чтобы убирали или поставишь задачу полиции чтобы ловили беспощадно начинали штрафовать нет это просто просто не нужно всем 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 плевать поэтому мы приходим вот к тому чему мы пришли украина в огне как довженко написал когда-то вот так что все начинается все начинается с базовых понятий отношения к миру и мировоззрения по большому счету вот вот так получается ну вот а если говорить об мир снова таки возвращаться к тезису там путин придет тут тоже очень интересно то есть если смотреть по интересам россии с точки зрения влияния на украину российской это не понимаешь что ну не будет пророссийского правительства в киеве ну тупо не будет но для них выгодно выгодно вот так вот ситуация раздолбайства когда всегда можно прийти с кем-то договориться то есть это нормально это понятная система отношений даже если даже если она будет там формально супер патриотично даже если гимн будет петь каждые скажем так 15 минут но если можно через боковой вход в раду или куда-то зайти просто тупо как говорится забашлять на количество денег за продвижение своих интересов для них это вполне нормально ну так в общем то это не модель эту всячески поддерживают и через этом агентом вплыву агента влияния своих она она прекрасно позволяет защищать там свои интересы вот поэтому но опять таки она всегда заходит через боковые двери которые вот здесь вот в мировоззрении человека который готов закрыть глаза который готов нагадить который готов воровать потому что ну неправильно мама папа воспитывали общество общество не било по рукам вовремя за то что за то что не вот эти гадости все делает и все вот так вот она в сумме сумма сумма всех этих факторов она в результате рождает образ пылающей страны вот 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 я думаю где то так и вот тут вот можно спокойненько перейти к тому что делать потому что такая ситуация она естественно делает институты власти саму власть слабой что принципе показал зеленский перехватив власть в девятнадцатом году но он не усилил институт то есть власть по большому счету слабой и на мой взгляд если есть организованная сила достаточно разумных и возможно в меру циничных людей то принципе вопрос перехвата власти в украине это это не сверх сложная задача просто немножко задуматься над тем что ты хочешь сделать с этой страной исходя из этого власть это не сама цель власть это инструмент для того чтобы что-то сделать и как только ты начинаешь делать думать в такой скажем так такой оси координаты как только ты начинаешь планировать немножко дальше чем на пять лет то в принципе у тебя у тебя очень легко вырисовывается в план то есть где-то заходишь во власть где ты дел и идешь через влияние где ты кого меняешь то есть да я согласен но ключевой вопрос потом как эту власть удерживать и таком обществе короткозорых хомячков которые которые готовы рубать грызть жечь лишь бы только сейчас слушай ну насчет хомячков а тут очень интересно вот помнишь мы с тобой когда разговаривали о том как лукашенко удерживают я тебе я рассказывал про две про две вещи то есть а он не супер умный но почему держится его система 99 процентов недовольства людей так раз таки местные дороги так далее беларусь есть всего лишь две вещи которые работают прекрасно это закон о защите прав потребителей законы и закон обращения граждан то есть формула царь хороший бояре идиоты то есть если есть человек который пишет жалобу правильно не не политизируя ее что его где-то там обидели власть не снижестоящим разбирается если есть если у тебя претензии по качеству обслуживания по качеству продуктов власть разбирается по качеству дорог потому что ссоре минский обл автотранс это но тоже лет лет семь назад просто даже делал пристрелить что уважаемые граждане пожалуйста не обращайтесь суд это а там беларуси есть технологии до старой дороги посыпают гравием на смоле если если вы гравий там скажем так повредил вашу машину приезжать к нам мы компенсируем потому что суд для них был бы дороже и таким образом утилизируется если система работает том числе для наказания местных чиновников то утилизируется 90 процентов недовольство а если посмотреть в чем-то историю от украинского недовольства чему что прожить среди прочего майдан безнадёга на местах в определенном моменте когда ты не можешь найти правду потом уже появляются ценности так далее и то есть первая первая власть который попытается и у которой получится выстроить хотя бы частично систему выпуска пара но она будет спокойно жительной и ей будут кланяться самое забавное даже в украине потому что с точки зрения вот как ты говоришь хомячков хомячки белорусские не отличаются хомячков украинских для них главное чтобы чтобы на месте было хорошо чтобы сначала чиновники обмотюгал пусть этот чиновник сегодня там руководить руга то есть написал выше то приехала скажем так комиссия которая строила показательный секс этим чиновникам и все то есть коммуникация и обратная связь это один из ключевых у нас за порог я не помню как это на русском одно из ключевых оснований для успешно работающего государства даже такого среднего как у как беларусь но если если там есть обратная связь с масс государства с массами да то то в принципе ситуация уже будет лучше чем то что мы имеем у нас где такой связи нет и и власть власть она 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 закапсулирована она живет какими-то своими фантазиями и интересами элит которые используют властные рычаги для того чтобы там зеребанить бюджетом или ресурсную базу на подконтрольной ей территории ну вот 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 где-то вот так вот да ну как вот так да ну на этом будем заканчивать спасибо игорь за живую беседу спасибо за приглашение даже не задыхайтесь там в буче горзале при рпенье потому что у вас вот хуже ситуация чем у нас но будем 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 лопатать сушку давай давай счастлива пока счастлива